В городе Бресте со своими просьбами, предложениями и жалобами на разговор к сенатору Александру Карпицкому записались 13 человек. Значительная часть обращений, поступивших в ходе личного приема, связана со сферой здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, образования, защиты животных и трудоустройства. Люди приходят, люди обращаются, люди знают, что Александр Сергеевич не только главный врач Брестской областной клинической больницы, сенатор, но и человек, который каждому найдет определенный подход и постарается решить тот или иной вопрос достойно. Самое сложное в работе сенатора, все-таки, я считаю, это не законотворчество, а это работа с обращениями граждан, работа с людьми. Это самое сложное, потому что к нам, как правило, вы правильно отметили, что приходят тогда, когда в основном пройдены много кругов, много властных структур и вопрос не решается. Ну, я скажу так, по своему опыту работы, ну, мы практически решили, наверное, 90-95% всех вопросов, которые нам задавали, в том числе, как вы говорите, которые сложны были в плане законотворчества. Мы пошли законным путем по ряду проблем, которые они решали сразу, и нам удалось вместе с нашими коллегами добиться изменений или дополнений в законы, изменений в указы, которые были направлены в сторону улучшения ситуации для конкретного человека. Первым, кто пришел на встречу к сенатору, стал брещанин Дмитрий Рогов. Его вопрос касался сферы образования. Ситуация, в которой оказалась его дочь, непростая и непонятная. Я пришел к вам, столкнулся с такой проблемой. Мне 52 года, я офицер в отставке, воспитываю трех вечерей. С одной, одну же, как говорится, выучили замуж, и она уже, как говорится, обеспечена, а две оставшиеся, двойняшки, в этом году сдавали экзамен, выпускницы. Если с одной вопросов нет, то со второй, она вымудрилась на экзамене, получить 0 балла. Сенатор намерен инициировать обсуждение проблемы со специалистами Министерства образования. Возможно, действующее положение действительно требует определенных корректив. В числе обратившихся, но уже по теме защиты животных и руководитель зоозащитного учреждения Ирина Николаевна. Женщину волновал ряд вопросов, касающихся содержания и регистрации домашних животных. Вопрос стерилизации. То есть, у нас 80% животных на улице – это бывшие бездомные и их потомки, поэтому очень остро стоит вопрос стерилизации, чтобы не возьмите многое бездомное животное. Значит, к сожалению, стерилизация сейчас в целом очень высокая. В Ресте кошка порядка 100 рублей, собака около 200. Я бы хотела каким-то образом, не знаю, куда обращаться, хочу помочь, чтобы вы мне подсказали. Как минимум, на переходный период нужно обеспечить природную кастрацию. Какой прием граждан без вопросов о здравоохранении? В числе обратившихся обрещанка Инна Александровна – мать тяжелобольной 14-летней девочки, которая более 11 лет дышит с помощью аппарата ИВЛ. Но, к сожалению, техника работает только от электричества. Если его отключат, девочка не сможет дышать. По словам женщины, аппарат нуждается в новой батарее. Но вопрос о замене аккумулятора не решается. Потому женщина и решилась прийти на прием в надежде, что найдется выход. Она в 21-м году вышла из строя. Ее еще не отпала. Учается, сегодня уже 23-й. Мне не отвечают на вопрос. Будет ли за закупка вообще? Я писала неоднократно и в УЗО, и в министерство, но мне не отвечают на этот вопрос. Такая работа с гражданами длилась три с половиной часа. И с каждым из заявителей состоялся обстоятельный разговор, требующий дополнительного изучения. Вопросы, которые волновали граждан, взяты на личный контроль сенатора. Приходит человек с проблемой, но эта проблема не только у него, как же не показывают, а находится 10-20-50 человек, у которых тоже такая проблема. Вроде бы это немного в целом, но в целом такие вопросы нам удается донести до тех людей, которые могут поменять ситуацию именно в законодательстве. Конечно, личный фактор, скажем так, он играл, наверное, играет какую-то значимую роль. И я бы так сказал, что мы, если нам дают отрицательный ответ первоначально, мы не отступали ни разу. Мы искали, не может человек решить на районном уровне, значит, это городской урон, не может городской, это областной. Не смог директор ЖКХ, есть зампредседателя горосполкома, зампредседателя области полкома, есть председатель области полкома, который тоже нам помогал решать вопросы для обычных граждан. То есть я не мог сказать, что мы просто не останавливались. После встречи с сенатором у многих, кто приходил с тем или иным вопросом, появилась уверенность, их проблемы не отложат в долгий ящик, и решение будет найдено. Продолжение следует...